Всем привет, друзья! Сегодня мы будем садить ирисы бородатые и будем учиться, как правильно их садить. Ирис бородатый можно садить весь вегетационный период, начиная с ранней весны, заканчивая осенью. Если вы купили ирис, лучше покупать ирис цветоносом, но перед посадкой цветонос нужно удалять и садить только вот так. Некоторые даже срезают зеленую массу на домик, вот так вот. Я сегодня этого делать не буду, буду садить так, у меня ирисы приживаются хорошо. И смотрим на этот ирис. Вот эту часть мы не должны заглублять, иначе у нас ирис не будет свистеть. А будет свистеть через несколько лет, когда уже дождем или сам он себя вытолкнет из земли, и эта часть оголится. То есть мы при посадке изначально не должны его заглублять. У нас тут есть сама бульба и детки. Значит этот ирис у нас скоро засветет, то есть на следующий год. Если вы покупаете одну бульбу, лучше этого не делать, потому что ирис может или погибнуть, или будет очень-очень долго наращивать деток, пока вы ждете светения. А лучше покупать вот такой вот куст, чтобы было как минимум 30 такие вот бульбочки. А также вот эта вот часть у нас должна смотреть на юг. Ирисы любят очень песочную землю, песочную и рыхлую. Ирисы не нужно удобрять, перегноями, мульчировать, это им совершенно не нужно. Они очень хорошо зимуют зимой, они очень зимостойкие и практически никогда не вымерзают. У нас на Украине морозы могут быть минус 20 и даже больше. Ирисы у нас никогда не вымерзают. Вот, я выбрала для ирисов вот такое вот место, где очень песочная, рыхлая земля. Вот, погружаем наш ирис и засыпаем. Вот этой стороной к югу. Это придаст иммунитет нашему растению. Он не будет переживать стресс. И хорошо даст корни. Вот так я посадила свои ирисы. Посадите сколько ирисов. Алина выдергала всю ю-диску. Сейчас будем сеять новую ю-диску. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok Какой красавчик распустился. Это цветонос. На цветоносе были бутоны. И эти бутоны у меня распускаются.